Дорогие девушки, здравствуйте! Меня зовут Жанна Санжак, я рада вас приветствовать на своем канале. Я работаю визажистом уже 25 лет и на этом канале я рассказываю про искусство красоты и помогаю вам приобрести те знания, которые помогут вам каждый день делать макияж в удовольствие и украшать свою красоту. И сегодня у нас речь пойдет о том, как нужно правильно накрасить губы. И вечный вопрос, нужен ли все-таки карандаш для губ или нет. Или какой карандаш для губ выбрать. Вот хочу сегодня подробно вам про это все рассказать. Перед тем, как приступить к макияжу губ, в первую очередь нужно определить свои параметры. То есть, что вас устраивает, что вас не устраивает. Может быть с возрастом губы стали как будто бы визуально меньше. То тогда, возможно, вы хотели бы вернуть прежний объем и сделать их более пухлыми. Если ваша форма губ вас полностью устраивает, замечательно, вы тогда ее можете подчеркнуть. Потому что у нас у многих есть такая особенность, что контур губ, он не такой четкий. Карандаши тоже бывают разные. И техника макияжа карандаша тоже разная. Все зависит именно от того, какая у вас задача. Если губы очень узкие, нужно ли использовать карандаш? Да, но только не по той схеме, по которой, возможно, вы привыкли. Нужно немножечко ее адаптировать и залезть за края ваших губ. Также зависит от того, какой используете вы помаду. Допустим, это, как правило, яркие цвета. То тогда аккуратная форма губ, она будет смотреться очень стильно. Если вы используете помадой достаточно светлые, натуральных оттенков, то тут по желанию, если ваша форма полностью вас устраивает, великолепно. Если вы хотите все-таки изменить что-то, а это у нас может меняться как? По настроению. Сегодня я захотела, чтобы губы были больше. Сегодня я захотела как-то по-другому сделать форму и так далее. Поэтому нам можно как раз в зависимости от нашей идеи, макияжа, от нашего настроения, менять форму губ в зависимости от имиджевых задач. То есть, что я сегодня буду выбирать из одежды, какая у меня будет укладка и какое у меня настроение. Поэтому, исходя из этих параметров, мы как раз и делаем ту или иную форму. Мои ненакрашенные губы. Вот мой натуральный цвет. И как вариант, я хочу сохранить свой цвет. Я не хочу какую-то яркую помаду или менять свой оттенок. Мне все нравится. Я хочу, чтобы были они чуть-чуть посочнее. И, например, мне хочется, чтобы губы были капельку побольше. Или, как вариант, например, я оставляю свою форму. Она меня полностью устраивает. Но мне хочется, чтобы контур был более четкий. И вот у меня есть конкретная задача. И теперь под эту задачу я выбираю карандаш, помаду и достигаю этой цели. Можно найти карандаш, который будет практически в тон ваших губ. Или есть такой универсальный вариант. Это карандаш, который, посмотрите, коричневый. И вот этот коричневый карандаш, он будет универсальный практически для всех. Потому что он создает немножко такой, как бы, цвет кожи. Но чуть потемнее. То есть это не столько контур, сколько тень. Очень важно поточить ровно карандаш. Когда карандаш острый, вы сможете очень четко пририсовать как раз свою форму. И еще, чтобы карандаш и помада держались дольше, вам лучше перед тем, как вы делаете контургу, воспользоваться базой под макияж глаз. То есть это база, которая делает макияж глаз более стойким. И если вы, а она, например, эта база может быть с тонирующим эффектом, как вот у меня вот эта кейка, наносите ее не полностью на губы, а только вот на этот контур. Зачем? Чтобы как раз карандаш был более стойкий. Соответственно, если здесь еще есть кисетные морщинки, вы как будто бы их немножечко нивелируете. Это за счет ровного тона и даже, может быть, немножечко, видите, как бы такой, как подсветки создается вот такой вот беленький контур по моему внешнему контуру. У нас два контура. Один контур – это наша цветная детлиния, а второй контур – это как раз вот этот вот светленький бугорочек. Поэтому, когда я наношу базу по тени в качестве основы, есть еще такие базы для губ специальные, то я уже делаю более стойкий эффект карандаша автоматически. И мне видно, где мой вот этот светлый контур. Как раз именно по этому светлому контуру я и буду пририсовывать карандаш. Соответственно, это будут губы по форме, как мои. То есть я по своему контуру это сделаю. То есть в данном случае я как бы не меняю свой контур губ. Вот я прорисовываю как раз по своему вот этому белому контуру. На карандаш я сильно не нажимаю. Это важно. Потому что если я сделаю очень сильное нажатие, то будет жесткая линия. Это значит, что это сразу будет уменьшать мои губы. Поэтому вот тут очень важно еще и карандаш правильно держать. Это смотрите, не перпендикулярно, а наоборот вы как будто бы грифель кладете на губы. Таким образом сразу же идет растушевка, что очень важно. Прорисовали, а потом берете и пальчиком немножечко вот так вот растянули, чтобы была линия более такая растушеванная. Только растушевываем не вверх-вниз, а именно вот по этому контуру, который вы сделали. Тогда это будет очень мягкая и плавная растяжка, которая создаст иллюзию не накрашенных губ, а своих естественных, но при этом визуально больше. И вот смотрите, что значит ошибка. Это когда контур сделан, видите, очень жестко. Жестко, это сразу видно в границе, где у вас карандаш и где у вас губы. И если вы делаете капельку побольше, то вы тогда, чем ваша форма, вы таким образом еще больше показываете. Вот мои губы вот такие маленькие, а вот эту сверху прокрасила. Поэтому принципиально важно сделать вот такую вот мягкую растяжку. Так, вот смотрите, я улыбаюсь. Видите, насколько здесь это мувитон уже так никто не делает. Это старая техника, которая была актуальна в 90-е годы. Сейчас мы так губы не красим. А вот здесь, видите, создается иллюзия, что это как будто бы свой контур. И вот тут принципиально важно, что если мы делаем вот такую вот мягкую растушевку, то вы можете значительно больше увеличить губы, нежели вот таким контуром. Еще, конечно, очень важно, когда мы делаем форму, чтобы не получилось впечатление, что вы какая-то недовольная. А это как раз зависит от того, как вы пририсовываете нижний контур. То есть можно его прокрасить неправильно и сделать наоборот вот такое вот лицо, которое будет создавать неудовлетворенный вид. А можно сделать грамотно. А грамотно это когда, особенно у нас заваливаются уже уголки губ, нам нужно их приподнять. Не прорисовывается карандаш до самых уголков губ. Почему? Потому что когда мы взрослеем, что у нас происходит? У нас опускаются вот эти вот уголки. Причем происходит это, знаете, в какой-то прекрасный один день. Раз, и вы увидели эти уголки. Так вот, а что они дают? Они дают больше горизонтально. Вот они увеличились, прорисовали, соответственно, вот эта вот складка губ, она становится визуально как будто бы длиннее. То есть складка губ, она стала больше по размеру. Соответственно, даже если у вас объем губ прежний, на фоне вот этой горизонтали, они становятся визуально меньше. Поэтому у нас задача здесь, как будто бы мы убираем немножечко, а вот тут увеличиваем. Поэтому, когда мы увеличиваем губы, как раз очень важно увеличить именно вот здесь, вот по центру, как будто бы немножечко вот сюда их вывернуть, грубо говоря. А уголки губ до конца не прокрашиваем, потому что если прокрасим до конца, то мы как раз можем очень сильно подчеркнуть вот эту линию. А нам это надо? Нет. Знакомьтесь, это крем-сыворотка Жак Скин. Это сыворотка, которая дает как раз эффект мгновенный. И в то же время, вот через месяц вы увидите, насколько меняется ваша кожа и лица, и шея. Вот этот эффект лифтинга, который мы все ждем, он становится очень даже ощутимым. А сыворотка состоит из трех компонентов. Каждый из них проверен и выполняет свою важную функцию. Первый это U-Active PC. Это трипептид. Его в составе сыворотки 5%. Ровно столько, чтобы разгладить нашу кожу, убрать морщины и сделать ее более эластичной. Молекула U-Active самая маленькая из всех похожих ингредиентов, поэтому она попадает в глубину кожи при нанесении. Наши технологи адаптировали ее к средней полосе, климату, количеству солнца и кожа под воздействием этого ингредиента начинает активно вырабатывать свой собственный коллаген. Масло ШИ – это второй компонент, это самый похожий компонент на липиды кожи. Масло ШИ увлажняет, усиливает защитные функции. Мы добавили 3% в состав, потому что именно такое количество показало результат в группе тестирования. Следующий компонент – это U-Ferment, это пробиотик. Его в составе 1,5%. Это иммунитет кожи. Естественная помощь, которая просто необходима для здоровья. Пробиотик в нашей сыворотке за 4 недели регулярного применения полностью восстанавливает здоровый баланс микроорганизмов кожи. Когда начнете использовать, через 2-3 дня вы увидите, насколько у вас улучшается уже состояние кожи, цвет лица становится более ровный, как будто бы есть чуть-чуть тональный крем. Усиливается тургор кожи, подтяжка, соответственно, благодаря этому. Через 4 недели вы увидите ощутимый, стойкий результат лифтинга. И это будет просто потрясающий эффект. Поэтому, как только вы начнете использовать, уже будет хороший результат. Ну и плюс, как я говорила, очень важный момент, чтобы сохраниться на длительное время. Начинаем с середины нижней губы. То есть смотрим, где у нас серединка. Отступаем от нашего контура цветного 1-2 мм. Это как раз и будет вот этот вот наш небольшой такой бугорок. Делаю таким образом. Смотрю, вот он белый бугорок. Я как раз под ним чуть-чуть и прорисовываю такую улыбочку. Смайлик. Вот. Вот этот смайлик дает понимание симметрии. То есть насколько ровно я дальше прорисую свою форму. Потому что еще карандаш как раз нужен тем, у кого губы асимметричны. Соответственно, смотрим, где что вы хотите подкорректировать. Если у вас с этой стороны нижняя или верхняя меньше, то тогда вы ее увеличиваете. А та, которая нормальная по размеру, оставляете такая, как есть. Соответственно, например, вот эту часть вы пририсовываете как есть, а с этой стороны чуть больше. С этой стороны пририсовываете как есть, а с этой стороны чуть больше или чуть меньше. У вас есть вот ориентир центр. И от этого центра вы как раз и пририсовываете в ту или другую сторону. таким образом вы придете к симметрии дальше прорисовали не с уголков начинаем а как раз вот от этой линии которые прорисовали мы ведем и у нас эта линия идет слегка растушеванная контур не заканчивается какой-то точкой да мы растушевываем и у нас эта линия она как будто бы уходит на нет на нет это потихонечку тает исчезает опять же растушевывая пальцем и получается такая вот естественно видите за счет того что цвет коричневый как будто бы я усилила свою тень с этой стороны тоже самое растушевываю сверяем ровно или нет смотрим зеркало прямо понимаем что ну да вроде бы ровно все затем уже красим помадой на соответственно вот эту сторону мне нужно немного подкорректировать чтобы получилась хорошая красивая форма почему кстати еще коричневый карандаш потому что если у вас например есть краснота или пигментация то бывает когда используешь карандаш розовый красно-розовый винный они дают как будто бы еще дополнительный цвет здесь есть ощущение что просто свои губы нет цвета таким образом я могу подобрать как я уже сказал помаду в тон своих губ или любую другую она впишется просто к этому карандашу идеально не то чтобы он всем будет подходить понимаем да что у нас у каждой есть свои задачи вы можете выбрать любой карандаш который будет просто повторять ваш цвет губ в данном случае это у меня карандаш коричневый универсальный make up forever он позиционируется как средство для бровей для глаз и для губ еще один лайфхак если у вас свой контур губ достаточно яркий но например опять же они симметричные я уверена тут есть девушки у которых свой контур губ достаточно выразительный берем базу под тени которые я наносила в самом начале вы берете кисточку тоненькую или вы можете взять консилер с кисточкой и благодаря просто консилеру сделать свой контур более симметричный или немножко подкорректировать губы то есть не за счет того что вы затемняете свой контур а за счет того что вы наоборот закрашиваете ту линию который вам кажется не нужно смотрите вот я беру у меня база набираю на кисточку и затем начинаю корректировать или если вы например сделали контур и чуть-чуть ошиблись формы вот как-то неправильно вот тут вот как это размазня получилось что-то тут лишнее ну что ж теперь делать как переделывать и вот чтобы не было вот здесь знаете как заедает когда размытая вот эта часть мы ее не прорисовываем карандашом а как раз корректируем базы под тень потому что она создает опять же стойкой чтобы у нас больше держался карандаш и вот я смотрю опять же в зеркало и начинаю вот эту зону корректировать смотрите так набираю таким образом я убираю лишнюю или карандаш или корректирую свою форму розовинку коричневый пигмент кому что можно кстати немножко из носогубки залезть потом растушевываю не доходя до контура и посмотрите видите какая четкая линия все сразу же появляется вот это вот безупречная чистая техника нанесения карандаша и так смотрим вот здесь где-то лишнее сделали убираем кисточкой и у вас получается чистая работа смотрите как ровненько и как четко еще есть а проблема тех кого кисетные морщины то что у вас многое что растекается любая помада да она прям вот начинают вот так вот по этим лучкам от губ распространяться дедовский способ это взять после того как вы сделали контур но уже лайфхак с базой под тени вам понятен да вы берете пудру и просто припудриваете сверху карандаш еще до помады но не надо припудривать непосредственно вот эту часть губ вы именно немножечко по контуру затем вы используете помаду а потом опять промокнули салфеткой и опять накрасили помады тогда получается очень стойкий эффект теперь так как у меня губы ну как бы эти еще после припудривания немножечко приглушаем карандаш что становится еще более натуральнее теперь что я делала опять же для стойкости если есть кисетные морщины я хочу делать прям супер стойкий эффект почему нельзя просто купить стойку помаду можно но бывает так что вам нужен цвет именно вот этот а в такой текстуре стойка этого цвета вы найти не можете поэтому делаем как это делали всю жизнь промокнули убрали лишнюю текстуру и вообще получается что нет никакой текстуры на губах да это просто мои натуральные клубы очень часто могут сказать ой жанночка ну вот мы все-таки губы то себе сделали да сделала карандашом и помадой я очень люблю блестящие губы поэтому я сверху нанесу еще блеск а чтобы блеск не растекался цветным цветными лучками то тогда можно взять блеск прозрачный а даже если растечется то вы аккуратненько пальчиком убрали салфеткой промокнули и будет опять аккуратный ухоженный вид еще небольшой лайфхак если все-таки нужно сделать их капельку по объем не то вы можете вот на эту форму все что вы сделали добавить немножечко блеска светлого на самый центр губ я в данном случае беру хайлайтер это у меня его мозаик 02 кремовый и наношу как раз на центр губ чуть-чуть ну вот получается что еще больше как будто был бы вернула глупо что значит вывернула за счет теневой линии я здесь как будто бы утопила немножечко до темная линия создает эффект глубины поэтому здесь утопила а здесь высветлила вывернула поэтому получается вот такой вот объемный рисунок даже надувать не надо какие вкусные губки дорогие девушки вот в зависимости от того какое у вас сегодня настроение в зависимости от тенденции моды вы как раз можете сегодня сделать форму вот такую завтра такую каждый раз новенькое что-то или если вам нравится конкретная форма вы ее научитесь корректировать и постоянно прорисовывая у вас таким образом навык прививается и вы сделаете даже практически закрытыми глазами очень быстро свою любимую красивую форму губки я надеюсь было полезно спасибо вам огромное за внимание подписывайтесь на мой канал переходите в телеграм-канал там очень много информации по макияжу по красоте и по психологии красоты спасибо вам за внимание и до новых встреч